Прошу принять меры, по поводу, до вашего сведения, что... Прошу обратить внимание на то, что... Прошу принять незаконный мотказ. Иванов Дмитрий Иванович, 18-й мая, прошу разобраться в ситуации, сложившейся... Насколько можно ходить и просить? Приветствую вас, неравнодушные телезрители. В эфире программа «Книга жалоб» и я, её ведущая, Анна Серикова. Сегодня в нашей стране зарегистрировано около 40 миллионов автомобилей. Таким образом, на тысячу россиян приходится почти 300 машин. С каждым годом количество транспорта увеличивается. Автомобиль уже давно не роскошь, а светское передвижение. Зачастую в одной семье может быть несколько автомобилей. А где лучше всего приобрести машину? Можно в салоне, а можно и подержанную. Последний вариант, кстати, пользуется большим спросом у населения. А теперь данные для размышления. Каждый пятый продаваемый автомобиль в России залоговый. А это значит, что новый покупатель вполне очевидно может стать жертвой аферистов. Как купить подержанную машину и не попасться на удочку мошенников? Тема нашей программы. В 2011 году Сергей Загадин купил автомобиль «Хонда» почти за 700 тысяч рублей. Но не прошло и года, как в адрес владельца машины пришло требование от судебного пристава с пометкой «В срок до 1 января 2013 года предоставить автомобиль». Сначала Сергей подумал, что это какое-то недоразумение. Начал разбираться. И тут выяснилось, машина с 2006 года находится в залоге у банка. Узнали о том, что у нас состоит в залоге в 2012 году. Получается, в декабре месяце нам... А, в ноябре месяце нам пришло висковое заявление банка «Агрокромкредит». Машина находится в залоге у банка «Агрокромкредит». Человек, который заложил ее в 2006 году, не платит кредит, а у нас изъявили машину, забрали. Выходит, мужчина попросту купил кота в мешке. Арест на машину наложил суд по заявлению из банка, в котором первый владелец транспортного средства брал автокредит и не вернул деньги. Требование вернуть машину вполне законно, потому как фактически, пока кредит не погашен полностью, транспортное средство принадлежит кредитному учреждению. Он еще в 2007 году подавал иск на Смирнова, так как он не оплачивал кредит, то есть свои обязанности по уплате кредиту никаких там не производил действий. Поэтому банку было известно, и банк подал иск в суд на Смирнова, и было решение суда, в котором ему присудили выплатить денежные средства, но по автомобилю не было никаких предпринятых действий. Также потом, по прошествии каких-то лет, это значит 2007 и 2012 год, это уже 5 лет прошло, значит на Смирнова опять подают иск банка о групповом кредит, и также по машине никаких действий не предпринимается. То есть интересно, почему банк не предпринимал никаких действий по машине, по изъятию машины. Был у нас разговор с представителями банка, ну они все пожимают плечами и как бы говорят, что мы можем сделать, если есть такой закон. В гражданском кодексе написано, цитирую, в случае перехода права собственности на заложенное имущество, или право хозяйственного ведения им от залогодателя к другому лицу, в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества, либо в порядке универсального правоприемства, право залога сохраняет силу. Поэтому банк на вполне законных основаниях потребовал вернуть автомобиль обратно. И не важно, когда сотрудники банка обратились в суд, через год или два. Здесь, как говорится, хозяин барин. Захотел забрал, захотел не забрал. Дело в другом. Оригинал ПТС залоговой машины хранился в банке. А снять автомобиль с учетов ГИБДД, например, для перепродажи, можно только при наличии оригинала, паспорта транспортного средства. Для снятия транспортного средства с учета от гражданина требуется свидетельство о регистрации транспортного средства, требуется сдача государственных регистрационных знаков транспортного средства, ну и, соответственно, паспорт транспортного средства. В случае, опять же, утери паспорта, он пишет объяснение по факту утери и производится снятие с учета с заменой ПТС. В дубликате паспорта транспортного средства делается соответствующая отметка о том, что выдан дубликат. В случае утери паспорта транспортного средства, значит, гражданин имеет право обратиться в регистрационное подразделение по месту регистрации транспортного средства с просьбой провести замену данного ПТС. При этом выясняются обстоятельства утери, данные обстоятельства излагаются на отдельном бланке объяснения и производится, соответственно, замена. Из ПТС, который был на руках у последнего собственника машины Сергея Загадина, следует. 17 июля 2007 года, через год после покупки автомобиля, у Хонды появляется новый хозяин. В этот же день он снимает машину с учета и продает ее гражданину Д. По прошествии четырех месяцев, в декабре 2007 года, у автомобиля уже новый хозяин, который продал машину в 2011 году Сергею Загадину. Продолжение истории после рубрики «Скорая телевизионная помощь». Здравствуйте! В эфире рубрика «Скорая телевизионная помощь». Я ее ведущий Вадим Мальцев. Сегодня мы с вами поговорим о том, что делать с ситуацией, если вы купили некачественный продукт. Куда обращаться? Купила у себя здесь железнодорожный вокзал. Это значит рынок. Сейчас он торговый комплекс железнодорожный называется. На первом этаже, там, где продаются продукты, овощи, фрукты, там и конфеты, и печенье. Там большой ассортимент конфет. Большой. Там прям длинный прилавок. На развес. И потом, когда пришла домой, обнаружила, что там вот такие фенкали в конфетках. Ну, одну конфету я прям вообще удивилась, когда развернула, увидела, что там гусеница прям такая, прям в паутинке. Вот. И стала сразу все конфеты разрезать, смотреть. И прям там через одну прям попадалось, что там вот какие-то прям фенкали все в таких вот черных, таких маленьких точечках. Если вы купили некачественный продукт и, хуже того, пострадали от его употребления, вам необходимо обращаться в территориальный отдел по защите прав потребителя. Прием жалоб потребителей может осуществляться через многофункциональные центры представления государственных и муниципальных услуг. Какие документы необходимо предоставить в контролирующей организации? Жалобу, чек, упаковку и, по возможности, сам некачественный товар. Всем остальным занимаются контролирующие органы. Обратите внимание, изготовитель, исполнитель-продавец обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, место ее нахождения и режим работы. Продавец размещает указанную информацию на вывеске. Также индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. Каким образом можно ознакомиться с качеством товара? На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии, изготовитель обязан устанавливать срок годности, в период, при истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению. Соответственно, покупатель имеет право ознакомиться со сроками годности, составом продукта, а также с противопоказаниями к применению товара при наличии определенных заболеваний. С вами был Вадим Мальцев. Помните, законы пишутся для бодрствующих. К нам в программу обратилась семья Загадиных. В 2011 году они купили подержанный автомобиль. Но через некоторое время машину у них забрали. Оказалось, что Хонда находилась в залоге у банка. Обманутые покупатели попытались разобраться в ситуации. Созванивались с продавцами и предыдущими собственниками машины. Вот что удалось выяснить. Созванивались с богатюком Александром Николаевичем. Он пояснил нам так, что он эту машину в глаза не видел. Так как он занимался куплей и продажей машин. И, то есть, он ее, говорит, может быть, на меня ее просто поставили на учет и сняли. И все. А он ее в глаза не видел. А Христис, он тоже, я с ним как бы созванивался. Он мне пояснился, он тоже занимался куплей и продажей машин. Он ее купил битую. И вот в течение какого времени она у него тут была на учете, он ее продал. Машина перепродавалась несколько раз. А что теперь делать добросовестным покупателям загаденным? Кто им вернет 700 тысяч рублей? Должник банка, некто Смирнов Владимир, бесследно исчез. Ситуация, в которой оказались загадены, представьте себе, не единичная. Более того, это общероссийская тенденция. Схема проста. Человек берет кредит под залог машины. Если банк оставляет ПТС у себя, пишет заявление в ГИБДД о потере документов. Ему выдают дубликат паспорта технического средства, с которым он идет на рынок. Ну а пока банк подаст в суд за невыплату долга, машина может поменять несколько владельцев. Последним уже приходится ее возвращать кредитной организации по решению суда. Мы уже подали апелляционную жалобу в Хантамансиско. Будем ждать вызова нас туда, в Хантамансиско. Будем бороться за машину. А что еще остается? Прежние собственники пользуются тем, что узнать, заложен автомобиль в каком-либо банке или нет, невозможно. Единой базы в России не существует. К слову, Минфин уже подготовил законопроект о регистрации залога. Банки будут обязаны в течение трех дней сообщать в бюро кредитных историй о каждом таком автомобиле. Но вот только когда это будет? А пока несколько советов от юриста Ларисы Готфрид. Получить стопроцентную гарантию, что на автомобиле нет обременения, залога либо ареста, в настоящее время невозможно. Однако есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке автомобиля с рук. В первую очередь необходимо внимательно изучать документы на автомобиль. Дубликат ПТС, выданный при утере оригинала, должен насторожить вас. Также следует очень внимательно относиться к ситуациям, когда автомобиль продается по генеральной доверенности. Либо, если за последнее время машина часто меняла собственников. В договор купли-продажи включите пункт о том, что транспортное средство свободно от прав третьих лиц и ни в залоге, ни под арестом не состоит. Кроме того, если вы приобретаете поддержанный автомобиль, заверьте договор нотариально. Также при выборе авто обратите внимание на салоны, которые принимают автомобили по системе трейд-ин. Как правило, перед принятием машины в зачет ее историю проверяют. Этот комплекс мер позволит существенно снизить риски при покупке автомобиля и избежать нежелательных столкновений с кредитными организациями. В общем, при оформлении подобных сделок будьте максимально бдительны. Обращайте внимание на поведение продавца. Если он волнуется, подробно не отвечает на ваши вопросы, лучше откажитесь от сделки. Деньги целее будут. Если все же вы пострадали от действий недобросовестных продавцов, обращайтесь в правоохранительные органы. Загадины так и поступили. А я на этом с вами прощаюсь. Все выпуски программы доступны на сайте телерадиокомпании «Сорбутинтерновости». Радиоверсия проекта выходит в эфир «Радио Маяк Югра». Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин